Добрый вечер! Смысл заключается в нем? По мере, так сказать, чтения Евангелия мы видим, как Господь посещает различные места Израиля. И многие места и неизвестные, некоторые места, например, гора Фавора, мы сейчас знаем по празднику Преображения. Вот когда пришло время ему идти уже на крестные страдания, на мучения, смерть и воскресение, то есть, в общем-то, собственно, перед самой Пасхой Господь решил показать всему народу израильскому о совершении пророчеств, ветхозаветных пророчеств, там, некоторые пророчества, там, 500 и 1000 лет до рождения Христа эти пророчества были написаны. И по пророчествам было описано, как Мессия должен войти в Иерусалим, то есть, он должен быть на ослятии, он должен быть смиренным, он должен сопровождаться народом израильским, он должен войти в город и проповедовать ту истину, которую Мессия должен был принести народу израильскому, спасительную истину. И, собственно, это Господь и совершает в этот день, вход Господним Иерусалим, как раз об этом и говорит, что сбытие пророчеств, оно совершается Господом для тех, еще, может быть, неуверовавших израильтян, которые читали пророчества, и здесь они увидят в этом вхождении Господа уже совершившееся пророчество в их дни. Таким образом, Господь привлек еще часть израильского общества к себе, чтобы они уверовали и стали христианами. Ну, а другая, так сказать, часть этого праздника, она, конечно же, отдает такой горькой ноткой, потому что весь народ был, так сказать, призван к встрече Христа, и кричали о санна вышних, и там с пальмами ветвями встречали, и одежды клали по дороге, когда Господь входил в город через золотые врата. Но буквально через несколько дней люди, которые только что кричали ему приветствие и словословили его, кричали уже «распни, распни его». То есть здесь мы видим еще и вторую часть совершившихся пророчеств о Мессии, которые также в Ветхом Завете были написаны. И если там Исаий Пророк даже написал такие подробности, что даже жребий будут метать о моей одежде, о эматисме, как это называется. И это, собственно, так и совершилось, когда Господа распяли, сняли с него одежду. Она, так как она была тканна вся, то есть не сшита из кусков материи, а тканна, то они бросили жребий, кому она достанется. И здесь и это пророчество совершилось. Так вот, Господь смиренно, первое его пришествие, оно в смирении, оно в любви, оно в поучении и в желании спасти всякого кающегося. Здесь Господь показывает свое смирение. То есть он входит на молодом ослике, въезжает, можно сказать, в Иерусалим, по пророчествам совершается это все. Он показывает ревность свою о храме Божьем и изгоняет всех продавцов, миновщиков из храма. И когда его спрашивают, почему, он говорит, ну, дом отца моего, домом молитва наречется, вы же его сделали вертепом разбойников. То есть, ну, кто такие миновщики? Это обманщики, фактически, которые на обмене денег себе делали бизнес внутри храма. Конечно же, это все Богу было неугодно, и это он тоже сделал в этот свой вход. Ну и, конечно же, как в Евангелии сказано, потрясся весь город. То есть весь Иерусалим был оповещен, что удивительное событие происходит именно сейчас, что тот, который воскрешал умерших, который исцелял бесноватых, прокаженных, который ходил по воде, тот мессия, он пришел в Иерусалим, и ему никто ничего не противоречит, и первосвященники не противоречат, и власти мирские ему не противоречат. То есть вокруг него тысячи людей собираются и слушают ее проповеди. То есть весь Иерусалим был оповещен о том, что Христос, то есть мессия, пришел к народу израильскому. Мы сейчас дальше с вами разберем, почему же народ так вот решил встретить. Но вернемся еще к началу, к празднику Входа Господа в Иерусалим, чтобы для нас не ограничилась только верба на воскресенье, потому что для нас это вот пришел верующий, осветил и все. Какие чувства, какие переживания мы должны пережить в этот день? Ну, так как мы опираемся на свои внутренние переживания, каждый человек, приходящий в храм, он не только внешне содержит какую-то радость, то есть он приносит вербу в память о тех пальмовых ветвях, которыми встречали его, Господа встречали в Иерусалиме, и апостолы сопровождали, и верующие сопровождали. А мы вот, что у нас цветет в этот период? Верба, значит, вербой мы встречаем Господа. Это внешнее, да? А еще и внутреннее, то есть то благоговение, которое испытывали тогда люди перед пришествием Мессии, и мы должны испытать такое же благоговение в этот праздник. И вместе с этим благоговением и верою во Христа Господь входит к каждому из нас в сердце наше. То есть здесь уже, если там был вход Господний в Иерусалим, то здесь у нас по неложным словам Божьим в Евангелии сказано «Царство небесное внутри вас есть, и горний Иерусалим», то есть Царство небесное, оно внутри нас есть. И вот, собственно, в него Господь и входит к каждому из верующих, благоговейно почитающих этот праздник. Поэтому, конечно же, мы на вербное воскресенье должны, может быть, и причаститься, или хотя бы просто прийти в храм, помолиться, чтобы это ощущение присутствия Божия в душе каждого из нас, оно нас укрепило и подготовило и к Страстной Седмице, и к Пасхе. – Почему же народ так массово встречал Господа? – Потому что буквально за несколько дней до этого было несколько удивительных чудес совершено, в том числе исцеление слепорожденного в Артемее на дороге из Иерихона в Иерусалим. И самое, конечно же, поразительное для всех было это воскрешение четверродневного Лазаря. Почему вербное воскресенье и суббота перед ним называются Лазаревой субботой, потому что вспоминается праведный Лазарь, который умер и четыре дня лежал в гробу, то есть уже, как в Евангелии мы читаем, одна из сестер его воскликнула, что он уже смердит, Господи. И когда Господь сказал, откройте ту могилку… – Я прошу прощения, давайте предлагаю прям прочитать этот даже отрывок, чтобы было более понятно. – Вот из-за того, что Господь воскресил Лазаря четверродневного, весь народ израильский, услышав об этой вести, конечно же, пришел посмотреть на такое величайшее чудо и кто его произвел. – Да, давайте, пожалуйста, прочитаем этот отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 11, стихи с 1 по 45, пожалуйста. – Послушаем Евангелие. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровит». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях пятнадцати. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой? Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь, верующая в меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его!» А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Итак, предлагаю умысленно переместиться в событие 2000 лет назад. Что же там такое происходит? Во-первых, и сейчас эти места можем посетить. Всякий человек, который приезжает в Иерусалим, он может спокойно приехать на это место, на место встречи Марфы, Марии с Господом и увидеть даже тот камень, где, собственно, эта встреча произошла. То есть там камень даже подписан на само место этой встречи. Ну и в нескольких ста метрах от этого места, ну, по прямой, конечно, по дорогам там чуть подольше, а по прямой там, ну, метров 300-400 от этого места находится пещера, где Лазарь был погребен. И ее тоже можно посетить, эту пещеру, спуститься в нее и увидеть даже то ложа, на котором лежало тело Лазаря, завернутое в ткань по обряду иудейскому. Конечно, мы в своих, так сказать, каких-то внутренних образах и глядя на иконы этого события, мы можем предполагать, что там происходило, и, в общем-то, конечно же, мы можем понимать, насколько был впечатлен весь народ, стоящий рядом с пещерой Лазаря и увидевший, как только что смердящий труп сам вышел, еще даже обернутый вот этой тканью погребальной. Чудо в чуде. Воскрес, еще и как-то двигался. Кроме того, что он воскрес, он уже не смердел, то есть тело его обновилось полностью, он был обернут тканью, но как-то эта ткань не помешала ему выйти, и Господь сказал, развяжите его. И вот это все, конечно, было таким огромным впечатлением для всех иудеев, там присутствует, что многие из них уверовали, и как раз поэтому они уже Господа и встретили с пальмами и ветвами, когда он входил в город Иерусалим. Вернемся к началу, да? То есть это Вифания местечко, это где-то рядом с Иерусалимом? Да, это 2-3 километра от старого Иерусалима. 15 стадий, когда указано? по прямой, но на автобусе, если там сейчас город, там дороги, соответственно, там различные переулочки, то есть там чуть-чуть надо попетлять, ну, в общем, недалеко абсолютно, и пешком можно, и на автобусе можно туда проехать, и посетить это место совершенно спокойно. Но это горы такие, то есть... Живет там благочестивая семья, родные там брат Лазарь, да, и сестры Марф и Мария. Марф и Мария, да, то есть вот втроем они живут. Такой вот монашеской, можно сказать, жизнью. То есть они живут... Такой общинкой, да, небольшой общинкой верующей, и в чистоте живут, то есть они незамужние женщины, да, и Лазарь тоже не имеет своей семьи. То есть они живут для господа. Марфа, видимо, старшая сестра, потому что... Марфа, да, судя по ее высказываниям и поведению, и по тому, как она была ответственно, да, относилась к тому, что нужно накрыть стол, нужно там собрать пищу, то есть, но видно, что все-таки тот более старший возраст. А Мария, она более расслабленно себя вела. Ну, как, наверное, в наших семьях всегда так бывает, старший, ответственный. и младший, да, вот старший отвечает за младшего. Ну, собственно, здесь это тоже прослеживается, психологическая такая картина ясна. И Господь очень часто к ним заходил, потому что он не мог ночевать в Иерусалиме, так как он не был, ну, как сейчас мы имеем прописку, да, вот, и тогда был примерно такой же значит, подход, что те, те, кто живут в городе Иерусалиме, те могут там ночевать, те, кто пришельцы из каких-то других областей, то они днем там могут находиться, а на ночь они должны выйти из Иерусалима и где-то вот в гостиницах или в других местах жить. И поэтому Господь часто останавливался у Лазаря и Марфы, и Марии, и, соответственно, знал их очень давно. Да, они даже указаны, да, любляши Господь, то есть и Марфу, и сестру, и друг наш Лазарь говорит. Ну, не просто так он у них ночевал, значит, они были ему угодны, и, значит, они его любили, значит, они его слушали, то есть, они были полностью единодушны с Господом, то есть, и даже вот мы читаем, они четко вот проповедуют, что ты Христос, Сын Божий, да, вот в сегодняшнем Евангелии, который сейчас прочитали. Только апостол Петр, да, вот так вот исповедовал. Да, Петр и вот Марфа, да, и, соответственно, мы видим, что эта любовь, она распространялась не только на внешнее, но и на внутреннее, да, то есть, духовные такие были отношения верующих ко Господу, поэтому Господь остается у них. И в одном из отрывков Евангелия, не в этом, да, но мы уже тоже с вами разбирали, и как раз этот отрывок Евангелия всегда читается во время праздников почитания Богородицы, да, это о Марфе Марии, когда Господь был в гостях, Марфа накрывала на стол, а Мария сидела у ног Господа и вот слушала. Да, 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 и там есть такое высказание, что Марфа бегая и суетясь, она замечает, что Мария ничего не делает, а сидит, просто слушает Господа, и подходит к Господу дерзновенно, я бы сказал, да, так восклицает с укором даже Господи, ну, не брижешь ли, что сестра мне не помогает, да, скажи моей сестре, чтобы она мне помогла, а Господь ей ответил, Марфа, Марфа, ты печешься и разговариваешь о многом, а Мария избрала благую часть, которая у нее не отнимется, и все, и на этом вот этот вот спор такой, он затих, собственно, Марфа продолжила заниматься своим послушанием, а Мария своим деланием, слушанием Господа и вниманием тех истин, которые Господь говорил. То есть, дело молитвы, да, и вот это слушание, даже Евангелие, да, оно перейдет с нами в вечность, то есть, те хозяйственные дела, которыми мы суетой занимаемся, они здесь останутся, да, а по смерти, вот все, что у нас накопится в душе, дело молитвы будет жить вечно. Ну, даже есть такой, сейчас такая психологическая как бы такая картинка, вот Марфа и Мария, да, вот Марфа это та, которая внешними делами спасается, да, какими-то там милостынями, какими-то там ухаживаниями за болящими, за еще, ну, то есть, внешне что-то такое делает, суетится, да, и это тоже спасительно, но Господь, вот делание Марии, которое молитвенно и в таком богосозерцательном состоянии находился его ног, Господь это состояние возводит в высшую степень, да, чем вот даже дела милосердия, и поэтому Марфа и Мария, они вот, ну, наверное, в каждом из нас присутствуют в той или иной степени, но у кого-то больше Марфы, а у кого-то больше Марии, тут уж каждый по-своему. Ну, и как мы видим, в семье все-таки, наверное, больше известны сестры, потому что, как и им неделист, Иоанн говорит о том, что некто Лазарь, брат, вот сестер, то есть Марфы, особенно Марии там известны, которые там Господу ногами, Господу ноги волосами сами оттерл, да, воздела мира народовая, вот. Ну, да, это известная была семья, и отец их, Симон был, прокаженный, да, которого Господь исцелил, собственно, с этого, наверное, момента и началось их знакомство, да, семьи, и Лазарь, и Марфа, и Мария, как исцелился их, отец, Господь его исцелил от проказа. Соответственно, известно, ну, мы не знаем почему, по какой причине, известно для многих иудеев, мы видим только факт, что многие иудеи пришли к ним, пришли к ним из уважения и поддержать их, то есть это был уважаемый род, который, не знаем, чем занимались они, так сказать, в миру, но мы видим, что это не простецы, это не какие-то крестьяне, не какие-то, собственно, пастухи, это вот какие-то люди достаточно интеллигентные и уважаемые в городе были. И тут происходит несчастье, заболевает тяжелый Лазарь. О какой болезни нам не говорится, да? Болезнь здесь вообще, собственно, не играет роли, то есть это, поэтому и упущено в Евангелии, то есть мы просто видим, что Лазарь заболел и умер, вот и все. Чем он заболел, здесь не указывается. Как вот там, когда теща Петрова тоже болела, там хоть указано, что горячка, а здесь даже это не указано. И мы в этом, так сказать, умалчивании понимаем, что это не столь важно, чем он заболел. Важно, что с ним дальше произошло. И сестры сразу же, конечно, в первую очередь нужно сообщить об этом Господу, да? У сестер первый, конечно, порыв, это сразу же, они знают, что Господь многих исцелил и даже на расстоянии исцелял, да? Мы видим, что слуга сотника там был исцелен по словам, да, просто словом, иди и скажи, все будет хорошо, да? Все, в этот момент слуга молодой был от болезни избавлен. И таких много было случаев. Но то же самое там 10 прокаженных. Господь просто сказал издалека, идите покажите священникам. Они пошли и в дороге все от проказа исцелились. Вот тоже и здесь они, наверное, надеялись, сестры, что сейчас мы гонца пошлем Господу, и Господь, ну, он там занят, он, может, и не сможет прийти. А где он был в это время? Он был, он с проповеди шел по Зайорданской стороне, то есть за рекой Иордан находился в этот момент. И поселение сейчас не вспомню, а то, что далекий путь надо было проделать, мы видим из этих временных отрезков, которые здесь в Евангелии указаны. Ну и кроме того же Господа, да, как мы читаем, там, хотели побить камнями в Иерусалиме, поэтому он ушел оттуда, да? И он и ушел, да, ну, то есть причина здесь как раз и апостолы говорят, что неужели мы опять будем возвращаться туда, где только что тебя хотели убить, просто камнями забросать. И мы видим в этом, что апостолы боялись, реально боялись, что, ну, смерть, она вот для них была достаточно реальная, что даже Фома воскликнул, ну, пойдем, и мы тогда вместе с ним умрем. А вот в каком контексте? Он так вот, как смелость такая, пойдем, поддержим, умрем. Или он, о, если мы пойдем, то мы тоже умрем. Здесь какого-то? Ну, здесь я, так сказать, вижу, что здесь он, может быть, не столь оптимистично, но сказал, ну, что же, ну, если так, то тогда и мы пойдем с ним. То есть он видит, что нет другого выхода, что Господа... То есть в третьей версии? Да, Господа не уговорили, видишь, вот он решил Господь идти, он пойдет. Ну, что ж, у нас ничего не... Ну, не бросать же Господа. То есть вот здесь, я бы вот эту версию здесь, так сказать, развил. Нечто среднее, да? Да, среднее, но более глубокие переживания апостолов мы сейчас вряд ли поймем, потому что у каждого на душе что-то было свое. Важно, что потом стало с ними, да? Да, мы видим, насколько они были здесь вот еще не просвещены Духом. Наколеблющиеся как бы, Духом Божиим, да, их то в одну сторону, то в другую. И когда Петр восклицал, что да не ходи ты, Господи, в Иерусалим, если там тебя будут убивать, зачем это нужно? Когда Господь им проповедовал, что я иду в Иерусалим, меня там убьют. То есть, и вот Фома в таком, можно сказать, в унынии в каком-то, да, ну ладно, ну тогда и мы пойдем, вот, к чё ж поделаешь, да, не бросай же Господа. То есть, мы видим, насколько апостолы еще были не укреплены благодатью Духа Святого, потому что Дух Святой на них сошел только в Пятидесятницу, в Троицу, да, через пятьдесят дней после Пасхи. А до этого они боялись, прятались и особенно не проповедовали ничего. А потом пламенной верой стали. А потом, будучи просвещены Духом Божиим и движимой Его силой необоримой, благодатью Духа Святого, они всю Римскую империю, собственно, переформатировали и сделали христианской. Господь говорит, что болезнь не к смерти, да? Естественно, гонцы наверняка передают этот ответ все острым, что болезнь не к смерти, но тут брат вдруг умирает. Вот что происходит? Ну, да, мы видим здесь такую для сестер непонятную ситуацию. Они понимают, что Господь не может их обманывать, с одной стороны, они же ее проповедуют, «Ты Господь, Христос, Сын Божий». То есть они веруют, что он знает и будущее, и прошлое, и настоящее, и он может в любой момент исцелить. И если он говорит, что не к смерти эта болезнь, значит, не к смерти. Но по самому факту смерти эти две женщины поставлены в тупик. То есть Господь сказал, что брат не умрет, а он умер. И они были в шоковом состоянии. Им неизвестно, это илинейший, да, событие еще? Да, они же не знают, что в будущем-то будет. И даже мы видим из разговора, что Господь даже когда уже приходит и говорит, что воскреснет Лазарь, и ему там Марфа отвечает, «Ну, я знаю, что он воскреснет в последний день, когда страшный суд будет». То есть они до сих пор не понимают, к чему все это происходящее движется. Они даже потом укорили бы, «Ну что же ты, где же ты был? Да, мы тебя, да, вот так ждали, так ждали». То есть мы прям за этим текстом между строк читаем вот эти вот чувства женской любви и, ну, может быть, не укора Господу, а вот… Романи, наверное, такого, как бы сказать, жалости о том, что почему Господь не пришел. Они понимали, что на то была его святая воля, что он не пришел, но к чему эта воля святая развивалась, они еще не понимали, поэтому вот эти высказывания были такие вот укоряющие. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат наш Лазарь». И мы видим, как Господь это, ну, можно сказать, просто как бы пропускает и без ответа оставляет. А почему Господь сказал «не к смерти»? А «не к смерти», потому что Лазарь-то воскрес, потому что он четыре дня был в огробе, но потом Господь его воскресил. И не к смерти в этот момент. Это не значит, что он вообще теперь стал бессмертным с этого момента. Нет, это только касалось вот этого конкретного времени, жизни, когда он заболел, когда он умер и воскрес. Потому что мы знаем по истории его жизни, дальше он еще и на Кипре был епископом, и там уже умер второй раз, уже окончательно и вошел в Садство Небесное. И его святые мощи сейчас хранятся на Кипре, и к ним можно приложиться. Всякий, кто не верит, что Лазарь четверодневный существует, можете к его мощам приложиться, поехав на Кипр, в паломническую поездку, там его тело лежит. Почему Господь не торопится, а задерживается на два дня? Здесь мы видим также такой промысел Божий в том, чтобы, во-первых, испытать веру Марфы и Марии, во-вторых, чтобы утвердить в вере апостолов и всех верующих, что даже четверодневное и растлевшее тело Господь может воскресить. Почему именно вот такое уже истлевающее тело нужно было? Потому что до этого Господь воскресил только что умершую девочку Иаира в Капернауме. Дальше Он воскресил юношу, который уже несли в гроб класть наинской вдовы. То есть два воскресения было, но они были, так сказать, не так далеки от смерти. То есть девочка умерла буквально за минуты до прихода Господа. Кто-то мог сказать, может, она просто там еще в обмороке была. Смерть не констатировали еще. Просто глубокий обморок или там, не знаю, еще что-то, слабость такая. Но если юношу уже несли хоронить, но он еще не смердел, то есть у него еще не было явных признаков разложения тела, то чтобы уже полностью утвердить апостолов и весь мир через них, что Господь может воскресить даже истлевшее тело, Господь дождался вот такого начала тления тела Лазаря и пришел и его также воскресил. То есть Господу удивительным образом возможно все в этом мире и он может воскресить не только только что умершего, но и даже кости, которые уже истлели и лежат в земле давным-давно рассыпавшиеся просто прах человеческий, он и его может воскресить и создать тело. Почему вот такая вот разница? То есть когда Господу сообщили о том, что боль болен, он видимо сразу же почти и умер, да, Лазарь, вот, то есть Господь оставался два дня, а потом когда Он приходит, получается, что уже как четыре дня в гробе лежит Лазарь, вот два дня куда пропали? Ну, во-первых, мы не знаем сколько шли гонцы, то есть вот Лазарь заболел, гонцы пошли к Господу, сколько они шли до Господа тут не сказано, может быть это как раз еще те самые два дня, а он как гонцы вышли, он тут и может быть и умер через день-два, потом ведь еще и Господу надо было прийти обратно, сколько опять этот путь в обратную сторону, еще два-три дня может быть, вот оно и как раз эти четыре дня и получаются, то есть мы здесь видим, что дистанции там же не было, то есть два дня этот путь занял? Да, транспорта никакого же не было и Господь никогда не ездил ни на повозках, ни на лошадях, он все ходил пешком, а пешком идти из Иордана в Иерусалим это ну не полдня и не день, это два-три дня как минимум, а то и больше, поэтому здесь вот из этого все и складывается четыре дня. Ну может быть тоже посчитали день, когда сказали, потом два дня Господь подождал это время, а потом пошел получается как раз четыре дня тоже. Да, может быть и так, ну то есть мы видим, что здесь в любом случае на вот дистанции этого пути здесь как раз все исходится. теперь хотел бы обратить внимание разговор Господа с учениками. Почему, когда Господь им говорит, не сразу сказал, что Лазарь умер, а вот прикровенно, что уснул? Ну, во-первых, Господь понимал, что Он его воскресит и поэтому смерть для апостолов Он назвал сном, во-первых, потому что Он его воскресит, то есть Он как бы заснул и тут же проснулся, но более глубокий смысл, конечно же, Господь заложил, что смерть, она для всех нас это сон, то есть мы все умирая, мы не погибаем, мы не исчезаем, мы не рассыпаемся в ничто, в прах, мы всего лишь переходим в другое состояние, то есть наша душа, как она была, так и остается и ну, даже если сегодняшние, так сказать, исследования этого вопроса, вот клиническая смерть, те, кто проходили через нее, четко, ясно говорят, что нет, я размышлял, я чувствовал, я видел, я слышал, я сам мог говорить, правда, меня не слышали люди, которые окружали мое тело, но я свое тело видел со стороны и мог даже погулять по больнице вокруг этого тела и, что самое интересное, называли врачам, что происходило в соседних помещениях, когда он пребывал в клинической смерти, то есть это огромное количество таких случаев описано во врачебной практике и объяснить эти случаи врачи не могут, потому что там вплоть до того, какие часы были на руке у врача, который его лечил, какие там смешные анекдоты рассказывали в коридоре там какие-то люди сидящие, что-то ждущие, таких подробностей, которые необъяснимы, только подразумевается, что сама душа, вышедшая из тела, все это участвовала, слышала и видела, и потом, когда вошла опять в тело после клинической смерти, она все, собственно, это увидевшее и ею и услышанное, она все это рассказывала своим врачам. То есть здесь мы видим, что мы все уснем, и поэтому Господь называет смерть Лазаря и для нас в том числе, что у нас нету смерти, у нас лишь сон, когда душа, тело отлучается, и этот сон достаточно длителен, поэтому тело разлагается, а так мы каждый день, можно сказать, в какой-то степени умираем, засыпая, то есть этот сон в малой толике обездвиживает нас, то есть тело перестает уже жить, как оно, собственно, живет в бодрственном состоянии, а душа даже может отделяться в этот момент и видеть много чего там видел. Мы знаем, что некоторым святым Господь в таком сонном видении показывал и ад, и рай, то есть они из тела душа значит выходила, тело находилось на ложе, где спал тот или иной святой угодник, а душа была в раю. Вот это вот тоже фактология, на которую надо опираться, то есть мы не умираем, а засыпаем. Да, у святых отцов, когда читаешь, даже бывают такие моменты, когда он находился в кельге, а в это время его же видели, он же был, молился, причащался в Иерусалиме где-нибудь, потом раз, он опять возвращался. И такое было, да, то есть мы множество случаев, которые необъяснимы с материальной точки зрения, легко объясняются вот этим духовным, так сказать, объяснением, что душа наша из тела может выходить и обратно возвращаться. Каков смысл ответа Господа на вопрос учеников, не боится ли он идти в Иерусалим? Вот он говорит, Господь, не 12 часов во дне, кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночь, спотыкается, потому что нет света с ним. Ну, опять, Господь так прикровенно учит своих апостолов все-таки довериться ему, иметь упование на Бога. Апостолы ведь восклицают, но нас там убьют фактически, Господи, мы туда, оттуда ушли, хотели нас камнями побить, а вот ты сейчас возвращаешься, и на что Господь говорит, если так перевести, да, вот эту фразу, что, но я свет миру, и я знаю, что будет происходить, и никто вас не убьет. Идем туда. Пока вы со мной, да? Пока вы со мной, вы в свете, с вами все будет хорошо, да. А тот, кто без света, то есть без Бога, вот у того все плохо, потому что он во тьме, и он не знает, что с ним произойдет, убьют его, не убьют, он надеется там еще жить тысячу лет, и копит богатство, а его там убивает на следующий день, то есть таких случаев масса. Здесь же Господь говорит, мы идем туда, и никто нас даже пальцем не тронет, и мы видим, что не то, что камнями побить, их встречали, как царей не встречают, а санно-вышних, благословен гряды во имя Господне, да, с пальмами, ветвями встречали. То есть даже в голову никому не пришло их побить камнями, а апостолы думали, ой, сейчас нас побьют камнями. То есть Господь об этом говорит, что он знает наперед, что будет происходить. И через эти слова, что апостолам, отвечая на их вопрос, он учит их доверять Богу и уповать на его промысел. Ну, кроме того, если он может понять, что день – это когда Господь с ними, а ночь, когда его уже не станет, тогда уже им придется страдания перетерпеть. Ну, страдания так и так перетерпевать придется, но я тут могу сказать только то, что апостолы так всегда были с Господом. Особенно, когда Дух Святой в них вошел. Но потом же все равно их тоже в основном всех убили. Их всех убили, безусловно. И это было по любви к Богу и по ненависти сатаны к ним. Но это не значит, что они ходили во тьме. Они были в свете, потому что Дух Святой с ними был. И здесь нельзя сказать, что они были во тьме. Во тьме были те, кто на них нападал. А вот как толковать 12 часов дня? Ну, 12 часов дня, конечно же, это наша половина суток, то есть светлое время суток. И мы слышим, когда Господа на Еленской горе Иуда предал, и, собственно, его взяли по стажу, Господь говорил, что ваше время, ваша власть, то есть уже пришло время тьмы. Но, конечно же, в этой тьме всякий, кто имеет Бога в сердце, он все равно во свете пребывает. Почему Марфа одна побежала навстречу Господу? Ну, здесь мы видим разницу характеров. Мария, она, в общем-то, более такая созерцательная, и, скорее всего, она в хозяйственные вопросы не вникала. И так как гонцы пришли и сказали наверняка сначала Марфе, а Марфа Марию оставила, так как она была в таком, ну, в плаксивом состоянии, то есть она вот была в горе по брату Лазарю. Ну, там и утешающие пришли. Да, были утешающие там, то есть, может быть, они там беседу какую-то вели, да, утешительную. Поэтому Марфа не стала ее отвлекать, первая побежала навстречу, как истинная такая хозяйка, да, ну, надо же встретить, а вы пока тут посидите, а я пойду встречу. Вот, собственно, в этом все и видится, да, как бы, такая картина, естественная. Ну, и, а потом уже она позвала Марию, когда встретила Господа, и мы видим, что одно и то же восклицание, что Марфа, Господи, если бы был ты здесь, то не умер бы брат наш. Это Марфа воскликнула, а потом и Мария, также прибежавшая, уже когда ее позвали, и она то же самое воскликнула. Из этого мы заключаем, что они обсуждали между собой, и это у них на устах была фраза, то есть они друг с другом это обсуждали и говорили, да, если бы здесь Господь был, не умер бы брат. да, вот мы видим, да, вот мы видим, что одна и та же мысль с уст одной и второй слетела в виде этих слов, и поэтому Господь прослезился, видя, насколько они поражены этим горем, насколько они расстроены, и насколько они в смятении находятся, потому что слова, что это болезнь не к смерти, но брат умер, ввергла Марфу и Марию в огромное смятение духовное, но которое они перебороли все равно, показав свою веру в Господа. А слеза Господа мы читаем в двух, дважды, да, во всех Евангелиях, то есть один раз, когда Господь смотрел на Иерусалим, заплакал, да, вот он скорбил духом, вот, а здесь вот он, почему здесь Господь плакал, он же знал, что воскресит Лазаря? Ну, во-первых, он, как бы, так как Господь принял и человеческое естество, то ему стало жаль просто Марфу и Марию, видя их скорбь, видя их вот это смятение внутреннее, он их пожалел и поэтому прослезился. Но как Господь, это как человек, а как Господь он видел неверие части тех иудеев, которые там находились, которые, так сказать, за спинами шептались, но если он вот только что там дал зрение слепорожденному в Артемею, что же он здесь-то, вот, так сказать, не дал исцеления от болезни, там исцелил слепорожденного, здесь бы исцелил бы Лазаря, если он так любит его, даже прослезился. И Господь, уже эти слезы были о этих неверующих людях, которые здесь находились, которые видели чудеса, в том числе сами говорили о чуде исцеления слепорожденного Артемея, сына Тимеева, соответственно, и все равно не веровали. И уже здесь Господь оплакивает, наверное, уже больше народ иудейский, не верующий в него. И для этого он еще идет, в том числе, для того, чтобы их все-таки еще раз призвать к вере в себя, он идет к пещере и зовет Лазаря. Это как в Иоанновской подрывке, когда был нищий Лазарь и богач Авраам, и там тоже было сказано, что если кто из мертвых воскреснет, не поверует, не уверует. Даже если придет и воскрешит, не уверует. Да, это как раз то, что было, так сказать, предрекало, что и будет, когда Господь воскреснет, и все равно не уверует. Ведь все же знали, и первосвященники знали, что Господь воскрес, и даже оплатили клевету всем воинам, которые стерегли гроб Господень, чтобы они молчали об этом. И Понтий Пилат знал, что Господь воскрес, но вот это, как сейчас называют, средство массовой информации, тогда тоже были глашатые, которые разносили вести по всему государству израильскому. Основная, так сказать, официальная точка зрения на это событие была от первосвященников озвучена, и большинству народа израильского было сказано, что украли тело просто апостолы и все. А те, кто знали истину, им оплатили их молчание. Когда Господь воскрешал Лазаря, он, Лазарь, грядевон, Господь сказал громким голосом. Тоже мы читаем в Евангелии, что громким голосом Господь возопил на кресте уже когда умирал. Вот почему нам так именно указывается громкий голос? Ну, это мы по-человечески, то есть апостолы по-человечески описывают, что громкий голос такой Господь воскликнул здесь и на кресте воскликнул. Но мы не знаем, как сам Господь в этот момент говорит. Это лишь то, что происходит из тела человеческого, которое Господь воспринял на себя. И скорее всего та сила Божия, которая исходила в этот момент из Господа, из Сына Божия, она вот такой издала громкий звук, чтобы во-первых все услышали, то есть не рядом там 3-4-5 человек стоявший, там же огромная толпа рядом была, чтобы услышали все, что именно по его зову, не просто так Лазарь вышел, на свет там открыли камень, отвалили от гроба, и он на звук и на свет пошел. Нет, он пошел именно по зову Господа. Как известно, что великая труба будет во время всеобщего воскресения. Так же, да, и там будет громкий глаз с небес, который поднимет все косточки и все воскреснут. Вот, собственно, здесь, и это такое предзнаменование того глаза, который будет для всего человечества умершего и живущего на момент второго пришествия, там тоже будет громкий глаз с небес. Собственно, мы здесь вот это такое предзнаменование видим в этом голосе. У нас очень много вопросов, но осталось всего немного, там, три минуты. Вот, все-таки, завершая нашу передачу, да, подведем итог такой, для чего это было нужно? Ведь скоро же и такой же практически, да, смерть и воскресение Господа, то есть это, наверное, как прообраз получается, да, предшествующий? Господь показал, что Он Господь и над смертью, что Он повелевает не только стихиями этого мира, водой, воздухом, там, ветрами, или там, болезнями, или там, даже смертью человеческой, но Он повелевает и истлением человеческим, Он повелевает и временем, Он, все, что в этом мире есть, все Ему подчинено. И поэтому, чтобы укрепить апостолов перед теми крестными страданиями своими, Он их укрепляет, показывая им, что Он может воскресить самого себя. Если Он Лазаря воскресил, уже полусгнившего, истлевшего, то уж себя, то Он тем более может воскресить, если Он сам ходил по воде и огромное количество чудес творил. Поэтому для апостолов и для всех верующих в Него это чудо было совершено перед Его крестными страданиями. Да, и, пожалуйста, нам заключенное слово. Ну, всех приглашаю, конечно же, в храм Божий, можно к нам в монастырь приезжать и на службу, потому что мне очень хочется, чтобы в этот день или в Лазареву субботу, или уже когда вербное воскресенье, вход Господний в Иерусалим, чтобы все ощутили присутствие Божие в ваших душах. Это невозможно передать словами, это можно лишь ощутить. Поэтому желаю вам всем это ощутить на этом праздничном бухслужении. Помогай нам всем, Господь. Помоги, Господи. Благодарю вас за такую интересную передачу. Пришайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok